Мастер-класс Это все, что мы можем с вами сделать вместе на самом мастер-классе Прежде чем мы начнем, я бы хотел, чтобы вы посмотрели на фотографию на всех этапах обработки Итак, сейчас вы увидите фотографию до начала обработки После применения в Lens Correction После авто в Basic После камеры Calibration После баланса белого После Shadows and Highlights в Basic После Detail После повышения резкости Следующий момент Это мы уже во второй части видео будем разбирать Это автоматическая очистка кожи Ручная очистка кожи Добавление светотеней до-после Следующий момент Это изменение цвета радужки до-после Следующий момент Это рисование белков глаз Они здесь достаточно яркие И на следующем этапе мы снизили значение этих белков И добавили в углах покраснения Вы это видите на этой фотографии Следующий момент Это Liquify И мы вернули родинку на щечку То есть до-после Это Liquify Следующий момент Это у нас резкость Повышение резкости И конечный этап Это повышение резкости для выкладки в интернет Вот в принципе Вот эти вот все этапы Сейчас вы увидите Как они делались То есть что необходимо делать в Lightroom А во второй части в Photoshop Для получения вот такого результата Из вот такой фотографии Еще раз До После До После Итак перейдем к обработке Значит Я запускаю проводник И как вы помните Я вам дал папочку Илья Мастер Класс И здесь Три базы данных Для Lightroom В зависимости от того Какая версия у вас установлена На ваш компьютер Соответственно Вы туда заходите И запускаете Двумя кликами Эту базу данных Если вдруг Это действие Не выполняется По тем или иным причинам Вы запускаете свой Lightroom Через кнопочку Control Вот Сейчас Control уже И отпускаю Только когда получается Открывается это окно Выбираю каталог Захожу в папку C Илья Мастер Класс Соответствующая папка Lightroom И открываю Эту базу данных Сейчас я открою Сразу же Пошаговую инструкцию Которую тоже вам предоставил Она находится В папочке C Илья Мастер Класс Домашние задания И мы сейчас Вот работаем С обработкой в Lightroom Так Прямо вот можно Дойти до порядка выполнения И здесь Прямо по шагам Сейчас мы с вами Будем работать То есть мы открыли программу Посмотрели Фотографии Выбрали ту С которой Собираемся работать Правой кнопкой Кликаем Мышки И создаем Виртуальную копию Переходим В раздел Develop И вот прям Давайте по шагам Будем выполнять Все что здесь У нас указано Да Значит Первым делом Reset То есть сбрасываем Все настройки Вот Потом Заходим В раздел Давайте все разделы Свернем Чтобы вы видели Что где у нас Находится Вот Заходим в раздел Lens Correction Да И если у нас Не включен Enable Profile Correction Активируем его Distortion Вы помните Да Я рассказывал Громким образом Стоит выставлять Этот бегунок И почему Итак С Lens Correction В принципе Здесь все Следующий пункт Это На Basic Нужно нажать Кнопочку Auto Auto Вот И следующий пункт Это Camera Calibration Бегунок Красного Налево Синего Направо Вот Следующий Пункт Это У нас Баланс Белого Помните Да Я рассказывал Какое количество Точек Белого Желательно Определить На фотографии И обращайте Пожалуйста Внимание У вас С левой стороны На навигаторе В принципе Показывается Насколько точно Мы указываем Точку белого То есть Какого цвета Примерно Будет фотография После того Как я кликнул На Именно Этот баланс Белого Да Я же тут Еще у нас Серые точки Может быть Еще вот здесь Так Вы помните Я советовал Выбрать Из полученных Точек Наиболее Удачно Удачно Приположим Вот эту И Двигаться Дальше Будем Отталкиваясь От нее Давайте Фотографию Режем То есть Вот здесь Мы будем Таким образом Так Я не показал Вот эти Инструменты Сейчас на Shift О Нажимаю О О А вот Таким образом Shift О Работает Помните Я говорил Об этом Написаем Фотографию Следующий Пунктик Это Экспозиция Давайте Посмотрим В принципе Меня Вполне Устраивает Фотография Я В общем-то Практически Не трогаю Экспозицию Но В любом случае Видите У меня Пересвет Здесь появился Который Видим Если Отключен Вот этот Треугольничек Поэтому Немножко Вайцы Собираю В кучку Сюда Вот Помните Как я рассказывал Как должна Находиться Гистограмма То есть Каким образом Она должна Располагаться И как Регулировать Именно Вот этими Бегунками Так Шадлз Шадлз И хайвайц Мы сейчас Не трогаем Поэтому Просто Двигаться Дальше Так Насчет Вытягивания Теней Я копирую Экспозицию Предположим Что Вот здесь В тенях У меня Находятся Какие-то Очень важные Объекты И Сейчас Мы заходим В раздел Detail Вот Точнее В экспозиции Мы сначала Экспозицию Поднимаем Видим Эти тени Вот До Шумоподавления Вот после И Соответственно Двигаем Бекунки Луминанс И колор Так как нам Это необходимо Вот таким вот образом Возвращаемся в экспозицию Возвращаем наше значение Которое у нас в памяти Вот И двигаемся дальше Так Девятнадцатый пункт Значит Экспозиция Сейчас Секундочку Экспозицию Воткнули Значит На панели Detail Сейчас Давайте будем Наводить Четкость То есть По умолчанию Вы помните Как я предлагал Вставлять Detail Вот он у меня сейчас Именно таким образом И стоит Поднимаем Значит Бегунок Радиуса Можно с нажатой кнопочкой Альт Чтобы видеть Что реально происходит На экране С фотографией И Также с нажатой кнопочкой Альт Двигаем Бегунок Маскинга До какой степени Я рассказывал Да Это на мастер-классе Так Значит Если есть пылинки На матрице То будем убирать их Но Здесь у нас пылинок нет Поэтому Мы сейчас Просто Вот Потренируемся На Вот этих вот Светлых локонах Которые здесь Особо не нужны Вот Убрали пылинки Двигаемся дальше Так Мы дошли до Раздела экспорта Фотографии Файл Экспорт И давайте Выставим все Бегунки Все 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 позиции Всех Параметры Таким образом Как Необходимо Для правильной Передачи Файлов Фотошоп Так Давайте Давайте Сейчас Сразу Включу Неправильные Параметры Это Допустим Как JPEG Ну Допустим Какой-то Вот такой Вот Вот И Поработаем Да Сначала Мы Выделяем Выбираем Папочку Куда Мы будем Складировать Фотографию Потом Убираем Галку Спут И Фолдер Которая По умолчанию Здесь Стоит Если Вы Только Что Установили White Room Следующий Пункт File Settings PSD А Вот Здесь Очень Важно Existing File Давайте Выбираем Choose New File For Exported File Чтобы Новое Имя Давалось Color Space DPRJB Глубину Цветности Давайте Выберем 16 Бит Но Только В том Случии Если У вас Macintosh Либо У вас PC С 8 И более Гигабайт Оперативной Памяти Если Меньше 8 Или Компьютер Старый То Лучше В общем То Работать В 8 Не бит На цвете Обсуждали На мастер Классе Более Подробно Image Sizing Убираем Resize To Fit Если Он Здесь Есть Output Sharpening Убираем И Post Processing Do Nothing Чтобы Стоял Чтобы Он Не Открывал Этот Файл В принципе Все Сейчас Сохраняем Этот Пресет Как В другом Окне Открылась Как PSD Чтобы В будущем Достаточно Быстро Это Все Активировать Еще Раз По Пунктикам Пробежимся Мы указали Export Location File Naming Video Файл Сеттинг PSD Adobe RG 16 Bit Image Sizing Resize To Fit Убрали Output Sharpening Убрали Метаданные Как были По умолчанию Watermarking Калочка Не стоит И Post Processing Do Nothing В принципе Все Можно Экспортировать Файл Это Не указано В домашнем Задании Но Сейчас Я Быстро Покажу Как Накручивать Глаза Я перехожу В Viber Хотя Это Не Обязательно Можно Было Там Сделать Вторую Виртуальную Копию Просто Чтобы Вы Видели Что У нас Два Файла В этом Файле Обычная Обработка Здесь У нас Будут Накрученные Глаза Наезжаем На глаз И Просто Ничего Не выделяю Потому Что Не буду Сейчас Говорить Почему Просто Накручиваем Глаза Clarity Vibrance Saturation В принципе Нормально Только Может быть Я Сейчас В последнее Время Сравниваю Этот Глаз С Изображение Этого Глаза С Оригинальной Фотографией Чтобы Не было Слишком Светлой Фотографии Потому Что В процессе Поднятия Глаз Они Становятся Сильными Светлыми Разными По Яркости Я Захожу Во View И Смотрю Фотографию В режиме Компе Вот И Могу Наблюдать Что Да Действительно В обычном Случе У нас Достаточно Темный Глаз А здесь Будет Очень Очень Свет И Поэтому Немножко Немножко Наверное На этой Фотографии Я Снижу Экспозицию Может быть На Два Раза По Третьей Ступени Вот В принципе И Все Давайте Экспортировать Этот Файл В эту же Вот Lightroom Я не советую Держать Открытый Поэтому Если Планируете Дальше Работать В фотошопе То Лучше Закрыть Lightroom И Открыть Программу Фотошоп И Продолжение Смотрите Пожалуйста В следующей части Видео